Всем привет! Мы уже в квартире Настя и Кати в Киеве. Да, Лисия? И мы сейчас бежим на Катина собрание. Мы приехали вот прям за несколько часов до него. Я успела разложить вещи и настроить интернет. Пришлось звонить провайдеру, почему-то его не было на компьютере. А интернет нужен, иначе как вам видео показывать? Лиса непонятно почему капризничает, наверное, ей не нравится новая обстановка. И телевизора тут нету с малышариками, да? В общем, едем мы на собрание в Катину школу. Уже столкнулись с киевскими пробками. Едем к Кате в лице и медленно-медленно. Там огромный ряд машин. Нам там надо быть через полчаса, в принципе, светит навигатор, что ехать нам 16 минут. Учитывая пробки, ну, надеюсь, за полчаса доберемся. Здесь в Киеве очень много магазинов Ашан. Ни разу не была в них, очень мечтаю побывать. Потому что много видела других блогеров, как они там покупают все, что только можно. Что там всегда ассортимент большой, хочется посмотреть, зайти. Костя такой напряжен. Его пугает эта движуха, да. Он боится. В нашем селе все гораздо проще. Трамвайчик едет навстречу. Тоже хочу покататься. Поверните направо на съезд. Я не знаю, что с Алиской. Надеюсь, она не заболела. Но она какая-то вареная. Подождите, а почему метро не под землей? Прости, это не под землей? У него есть станция, не видно. Метро поверху? Нет, метро поверху только поверху. Так, а что, вы вот так на метро ездите? Вы езжаете наверх, да, Катя? Ну, там потом оно по низу будет ездить. По-моему, ну, плоско даже. Я была уверена, что все метро просто под землей. Оно под землей, а потом выходит наружу. Я так удивилась, я говорю, поезд едет. Я, наверное, дикий человек. Для Киева. Который удивляется. Метро, электричка, метро. Так, нам три минуты, качательная школа. Капец, Катина школа в какой-то глуши находится. Такое ощущение, что мы едем куда-то на пикник, а не в школу. Бабушкин фирменный смех, даже Костя не может не смеяться. О, это уже школа. Вот под твой смешок и доехали. Все, пришите быстрее. Школа большая, но почему у меня такое ощущение, что она еще строится? Вот тот корпус строится? Нет, вот этот уже строится. Вот этот построился? А, уже построился, да? Прикольно. А мы идем в тот корпус? Ну, пойдем. Какие тут клумбы красивые около школы. Ничего себе, прям художественный дизайн какой-то. Ого, круто. Они же сделаны как цветочки. Что ты смеешься? Ты в Черкассах такое видела? Да. А я нет. Алиса опять уснула, кстати говоря. Так, здесь тоже красивые клумбы. Пока любуюсь. И очень-очень красивое поле какое-то футбольное, что ли. Настя, будь бабушке с Алисой помогать. Так она спит, что там, Настя, ты сюда идешь. Настя с тобой хочет. Что, Кость? Кость, что ты спрашивал? Как классный. Классного руководителя, а не классов. Ой, я вижу Настю с бабушкой. А какой этаж? Второй? Тут заблудиться можно. Школа большая. Смотри, люди такие. Класс, тут очень красиво. Смотрите, у них крыша над двором школьным. Вышли мы со школы, уже темнеет. Собрание нам очень понравилось. Я немножко в шоке, потому что сказали, что Катя будет с пол восьмого учиться до пяти, а то и до семи вечера. Это я, конечно, в шоке, но мне кажется, что это будет очень интересно. Да? Ты довольна услышанным? А еще я довольна, что мы купили два купальника и ластинок. Потому что я вообще не в курсе, где это все покупать. Надо еще где-то сапожки искать, туфли специальные. Едем по навигатору. Уже темно совсем. Костя, по темному городу и в Черкассах боится ездить, не то что в Киеве. Я в Черкассах боюсь. Да? Мы пошли изучать Киев. Поискать, где можно что-то покушать. В общем, сейчас куда-нибудь приобретем. Смотрите, мне надо посидеть. Магазин Ежевика. Гляньте, какое оформление прикольное. Ну, по шансу зайти, ты же хотела. Да, да, идем. Вон оно. Ну, блин, один раз 40 минут шла, чтобы дойти в Томбовный переход. Капец. 40 минут назад по другой стороне. Нам, чтобы перейти на ту сторону, нам придется идти через подземный переход. Я думала, это метро, кстати. Оказывается, это подземный переход. В Черкассах такого нет. Ни одного. А нету спуска для коляски. С той стороны. Ну, пошли с той стороны. А я так спущу. Чего слить? Алиса, не бойся. Какой, что я сказала, что так быстрее. Здесь темно. Капец, мне кажется, здесь какие-то художники все. Посмотрите, сколько рисунков. Спасибо. Что, попробуйте выехать, да? Не получается? Странные пандусы, конечно. Мы точно вышли туда, куда надо? Да? Туда мы вышли, да, девочки? Блин, ну что мы вообще? Мы не взрослые. Папа говорил, давайте там завернем. А вы нет, нам вперед. Никто не говорил. А теперь мы вот это спать. Я прививала, помню. Вышли не туда, куда надо. А куда нам туда? Да. Все, теперь мы уже вышли туда, куда надо. Тут перед магазином такое место, как будто бы парк. Киеве большие территории, конечно. Я реально сюда мечтала попасть. О, напоминает ТРЦ Любава. Тут какой-то вентилятор с проектором под потолком. Капец, мы идем, идем, а магазин не заканчивается. В общем, шли мы, шли мы, шли мы, шли мы. И увидели такую надпись «Лэ кафе». Пойдем в надежде, что там где-то кафе. Тут площади очень большие. Бабушка плетется где-то в хвосте и говорит, что не привыкла так много ходить. Догоняй. Я просто вообще не хочу. Да я тоже лучше постою. Находимся еще тут. О, здесь просто продуктовый магазин, большой. Знаешь, как в фильмах такое «Движение, движение, движение» и «Минутка перерыва» просто так идет. И где же тут «Лэ кафе»? Ушан огромный, как эпицентр. Ты видела? Да. Тут висят огромные буквы. Снова в школу. Нет, это кафе какое-то малюсенькое. Где мы там даже сядем? Там малюсенькие столики. Мы там даже не сядем всей семьей. Посмотрите, какую мы увидели книжку. Одрих Хилберн. Пусть, ты помнишь? Она у нас в туалете изображена. Мне нужно ее купить и просветиться. Ну, как знаете, просветить? А вообще да. Алиса повела папу на эскалатор. Катаются. Еще хочет? Добрели до каких-то кафешек. Будем что-то кушать? Я не хочу. Мы решили, Алисе, купить шарик. Они здесь, конечно, дороже, чем в Черкасах. В Черкасах 60 гривен и тут 160. Катерик, вот этот давай. Вам какой нравится? Прелезь. Да нет. Давайте вот ей купим собачку. В эту желтую собачку. Панда. Это панда какая-то толстая и некрасивая. Спасибо. Ой, смотри, лопнет еще. Ап-ап-ап. Ап-ап, собачка. Собачка. Ух ты, собака. Мы взяли с грузиком, чтобы она не улетела. Алисе грузик понравился. Вот так, правильно. Держи, и собачка будет с тобой. Если отпустит, она не улетит. Да? Все, идем дальше. Ее видно, где она идет. По шарику. Алиса пошла в детский универмаг. Шарик уже не улетела. Кто здесь такой продается? Ух ты, какая киса красивенькая. Вот этот котик красивый. Скажи. О, все, Алиса его забрала. Посадила себе на плечи. Давай посмотрим, сколько он стоит, дочи. 200 гривен. Ну, это еще терпимо. По киевским ценам. Ой, Алиска. Тележка, да? Сколько стоит такая тележка? Реально прикольная для маленького ребенка. Стой, стой, стой. Не уходи, уходи. Давай. И все, балуй. Давай, будешь модной, красивой. Давай, померяем, если уже пришли в магазин. Ну, дальше что-то поможет. Да? Как вам жизнь? Вообще классная. Мне очень классная. Да, клевая. Она реально классная. Какой обычный ушек. Я обрезала. Там еще и ушки. Как овечка. Не, не, не тяни вверх. Давай, я его с вами. Нормально, да, по размеру? Или длиннее? Нет, нормально. Я нормально, по-моему, как раз. Все, пойдем, Алиса. Мягенькая такая. Это вообще красивая одежда. Мы решили еще вот такой бодичек купить. Кому что? Смотрите, что Катя себе подобрал. Катя не там. А она говорит, что это просто хозяев? Что это вообще такое? Не знаю, но кто-то не пьет, да. Какой-то ужас купили и пьют. Не знаю, фруктов. Что там написано? Фрукты нарисованы. Фрукты нарисованы. Таких фруктов не бывает. Синих. Мы купили маленькую гладильную досочку. Мама, она лежит к моему Игорю. Кто? Настя. Твоего цветка зовут Игорь? Да. То есть твой цветок зовут Игорь. Слышишь? Кажется, меня сейчас прибьют, судя по папиному выражению лица. И пошли Алисе жениха. Да? Игорь. Слава Богу, ты у нас в Киев хорошо знаешь. Все ходы, выходы, куда ближе пройти. А я не говорила, что я знаю. Алиса сейчас выпадет. Не выпадет. Поехали. Я просто уговорила всех выйти через какую-то маленькую дверь. Но похоже, это была дверь в черный ход для работников. Пошли мы в другую сторону. Набрели на странную машину. Бесколесно, на которой написано, читай невидимые. Тут темно, людей нет. Как-то нам уже даже стрёмненько. Кэнон. Нет, это название. Тамарка, да. Кофта. Красота. Блин, я это только что хотела сказать. Красота. Алис, ваше они играют, а? Алиске мы уже надели носки, которые только что купили. Куртка. Чего? Кофта. Была. Помню. А в чём смысл игры? Просто, кто поменяет букву, тот проиграл. В смысле поменяет? Ну, на другую букву. Первую? Слово. Вот у нас сейчас К, да. Тот проиграл. Такая-то слишком легко. Вот вы, например, играли на КО. К и О. Две буквы. И кто поменяет вторую, например, тот проиграл. Было. А мы на КО теперь. Нет, было. Комар. Это было. Кот. Было. Ты чё, удивляешься? Было. Корова. Корова. Не было. Нет, было. Так мы на К или на КО? На КО? Так интереснее. Что на КО столько слов, там, миллион. Коварный. Так, подожди, коварный это... Коварный. Кто, что можно, а не какой. Главное не марку там. Или титаники. Ну, я знаю, слова, даже которого не было. Она сказала космос, твоя очередь. Кошмарный. Конкурс. Молодцы. Хочу коварный. Так, сейчас вам покажу, что мы купили. В общем, девчонки купили вот такие всякие средства по уходу для кожи, там, для пяток, всякое такое. Я в Ашане купила очень красивую одежду, очень дешевую. Вот этот костюм. Смотрите. Я маленькая принцесса. И зачем-то уточнение, для папы. Ну, оно такое приятное на ощупь и стоит, ну, где-то 100 гривен. Вообще не деньги за такой костюм. Бодики вот эти меньше 100 гривен стоят. Там, по-моему, 70 или 60 с чем-то вот такие классные. Тоже очень классные качества. Потом вот в таком детском магазине мы купили вот такие вещи. Вот такой бодик с длинным рукавчиком. Конечно, все гораздо дороже, чем в Ашане. Вот такие носочки. Вот эти три пары. Они около 200 гривен стоят. Но нам такие очень были нужны. Потому что здесь противоскользящие вот такие рисунки. И они такие немножко тепленькие. Но я думаю, это наоборот хорошо, потому что скоро похолодает. А там у нас в доме, который мы снимаем, двухэтажный, полдеревянный, достаточно холодный. И мы купили вот эту жилетку. Вы ее уже видели. Мы ее взяли. Она, по-моему, 450 гривен стоит. Она нам всем понравилась. Всей семье сразу. Дальше мы купили в Ашане вот такую пирамидку за 60 или 65 гривен. Не помню. И в том же детском магазинчике, где покупали одежду, мы взяли вот такую тележечку. Алиске она очень понравилась. Она ее там возила. Ну, вы видели. И в этой тележке оказался очень даже качественный набор для песочницы. Здесь всякие разные вот ведерки. Вот здесь, чтобы песок просто в одну дырочку высыпался. А вот здесь много разных дырочек. Видите? Ну, в общем, этот набор мне очень понравился. Он очень качественный. И Алиске понравился. И вот мы примерили, купили гладильную доску. По-моему, идеально. Когда я приехала сюда, здесь лежала просто простынка. Катя на ней гладила. А теперь будет гладить на такой досточке. Вообще не жалею, что взяли маленькую. Так, а девчонки тоже купили себе одежду. В Ашане, да? Да. Покажете? Да, футболочки просто. Маленькие. Ну, все равно они классные. И дешевые тоже. У меня такие же. Я их взяла. Что, один в один купили одинаковые? Ну, я две взяла. Ну, Майку она у меня остырила. А Майку, да, футболку она у меня остырила. А ты какую-то теплую кофту хотела, не взяла? Нет. Она 5-5 стоила. Ну, и что? И она так себе. А, ну, если так себе, тогда да. Давай на Кит. Нет, я еще помню на Ко. Коррекция. 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 Блин, мама, зачем? Я сказала коррекция. А, я коррекция. Да, я коррекция. Кольцо. Китай. Китай. Алиса села играть. У нас уже поздний вечер, уже, наверное, больше 11. Книжечку на ночь. Это очень правильно. Киса там, да? Киса. Киса, смотри, точит когтики, да? Скажи, киса. 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 Да, и курочка там. Ко-ко. Ко-ко. Ки-ки. Кис. Смотрите, она почти киска зала. Все, я пойду ложить Алису спадки. И до встречи в новых влогах. Алису спадки. Кис.